Ни одно судно с зерном не покинет украинские порты в среду, и дальнейшая судьба перевозок остается неизвестной. Последними во вторник Украину покинули три сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным жмыхом, и прошли через гуманитарный морской коридор, несмотря на выход России сделки. Другие 36 судов после проверки у берегов Турции направились в конечные пункты назначения. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Таиповым Эрдоганом заявил, что Москва рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке только если получит от Киева, цитата, «реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях». Россия пристановила свое участие в сделке в связи с субботней атакой беспилотников на ее флот в аннексированном Крыму, в которой Кремль обвиняет Украину. Киев отрицает использование зернового маршрута в военных целях. В своем ночном обращении Владимир Зеленский заявил, что зерновой коридор нуждается в надежной защите и что Россия должна получить жесткий международный ответ за срыв экспорта продовольствия. Ранее в Киев с визитом прибыла еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон, чтобы обсудить оказание экстренной помощи Евросоюза по поддержке энергетического сектора Украины. По словам Зеленского, в результате российских ударов повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры страны. Но я уверен, что у вас есть еще один.